Тяжелый матч, такой очень эмоциональный. Не очень удачно начали обстоятельства, на них нет смысла оправдываться. Было удаление, не было, вне игры было, не было. Но потом вернулись в игру и неплохо действовали. Так получилось, что проиграли, но ничего страшного. Либо ты как бы сдаешься, либо ты выходишь и доказываешь, как бы еще есть игра, если ты заслуживаешь, если ты работал для этого, ты перевернешь фортуну на свою сторону. Поэтому еще 2-3, серия до 4, и я верю, что мы вернем серию в Уфу, и поэтому все будет. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Алексей, что в этой серии у Салавата с концентрацией, то в важном периоде к воротам команды начинает прижиматься в Владивостоке, то здесь в первых же сменах две шайбы пропущены. В чем причина? Как бы трудно мне лично ответить на этот вопрос, значит, мы где-то что-то не так делаем, и какие-то мелочи играют против нас. И я еще раз говорю, надо каждому обращать на них внимание, стараться, и тогда ты перевернешь еще раз фортуну на свою сторону. Ну, как бы детали там, как бы, почему так случается, это там тренера нам объяснят, и я говорю, просто надо верить в каждого, верить в себя, и просто выдавать максимум, а что остается-то? А нет, по-человечески, какого-то такого чувства большой, огромной несправедливости, когда ты играешь, 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 а в итоге в овертайме опять у соперника, ну, какое-то что-то невнятное взлетает. Ну, это большой спорт, тут как бы, нет места обидам, там, справедливо, несправедливо тут, как бы. Ты либо проиграл, либо выиграл, ну, и поэтому, как бы, оправдываться тем, что там какая-то там шляпа залетела нам, ну, ну, как бы, и так, почему у нас не залетела? Я говорю, вот тут, как бы, такие мелочи надо исправлять, и надо работать, и поэтому, я еще раз говорю, главное не опускать руки, если верить в себя, как бы. Ну, что надо сделать в Владивостоке, чтобы фортуна повернулась лицом к Салавату, пока явно другим местом? Да, выйти, значит, надо, я не знаю, там, как бы, с мелочей начать, там, столкнуться, там, бросить, что это, ну, там, Серебряков, да, отлично, ротарь, как бы, но, что он там, безупречник какой-то, нет, ключи к нему найти можно, и, как бы, все у нас это могут сделать, и... Да, просто надо выйти, как бы, уверенно, чтобы они, там, да, они ведут серию, но они не должны думать, что для них-то все, там, они выиграли, ё-моё, там, перевернем, выиграем, вообще, пофигу. Сегодня будет много разговоров об эмоциях, но если конструктивно, какие вещи вы потянули, чтобы сделать первый в истории клуба кубковый камбэк с 0-3? В большинстве здорово сыграли. Да нет, ну, как бы, что, я говорю сегодня, вот, в раздевалке, я просто, ну, реально горжусь тем, как команда себя вела, как все, там, друг друга подбадривали, как все друг за друга бились, какие речи, там, у нас были, и просто в глаза каждого смотришь и видишь, что нет равнодушных, что все верят, там, друг в друга, и, если честно, я был уверен, что мы сравняем счет, и даже больше скажу, я был уверен, что мы сегодня выиграем, как бы, потому что я видел страсть в глазах каждого из парней, поэтому, ну, не получилось, не получилось, все перевернуть, можно перевернуть, еще раз говорю, в который раз, как бы, главное, чтобы эта вера, эта страсть была и на следующую игру переносена, и тогда шаг за шагом, как бы, вот, там, вот, есть всякие эти, из, там, книжек про кирпичик, не надо думать, там, о том, как возвести стену, надо просто взять кирпич и возложить его, поэтому у нас сейчас вот кирпич, это следующая игра, и, там, каждая смена, концентрация, и все, все возможно, я думаю, не из таких, как бы, в мире спорта много примеров, как отыгрывались команды, и не из такой, там, в жопу вылазили, поэтому все возможно.